Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ программа «Квартирник». Каждый раз, когда ко мне на эфир приходит какой-либо музыкант, я подбираю слова. Как его представить? Вы знаете, человек, который пришел сегодня ко мне, я даже не стал подбирать слова, потому что они абсолютно точно расскажут об этом человеке. Маэстро, кумир всех мальчишек, которые когда-либо брали в руки гитару. Заслуженный артист России. Виктор Зинчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую. Да. Виктор, огромное спасибо, что нашлось время прийти к нам на передачу и вот просто для всех жителей города Видное, Ленинского района, показать свое мастерство. Спасибо, что пригласили, а Подмосковье я обожаю. Я сам здесь поблизости живу, и уже много лет я очень много даю концертов по Подмосковью, и здесь замечательные люди, но все-таки всем неудобно ездить в Москву, поэтому я приезжаю и даю концерты здесь, и в рамках своего предстоящего концерта, который будет здесь 7 марта. Я с радостью принял приглашение, теперь здесь у вас и расскажу, и сыграю, так что спрашивайте. Договорились. Друзья мои, телефоны вы видите на своих экранах. Если у вас будет вопрос, я не знаю, может быть, он будет хулиганским, наивным, а может быть, просто вы хотите спросить, знает ли Виктор, чем отличается ля бемоль от CDS, то я думаю, этот вопрос мы тоже озвучим и обязательно получим на него ответ. Все телефоны вы видите на своих экранах, ну а сейчас, я уверен, что те, кто уже подключился к нашей программе, уже хотят услышать тот божественный инструмент, которым ты владеешь в совершенстве. Вы знаете, этот инструмент действительно божественный, лишь только потому, что первое место, где я на нем сыграл, это была наша церковь в Италии, в Милане. Да, я был там совсем недавно, и меня пригласили выступить, и я специально приехал без гитары в Италию, я купил гитару, и звучит она совершенно необыкновенно, так что... О гитаре еще поговорим, но уже после композиции. Ладно, я для начала тогда сыграю что-нибудь веселенькое, это Россини, музыка известная, это чуть ли не реклама каких-то бобов, на самом деле это Увертюра из оперы Вильгельмтель, Увертюра предвкушает все, так что из моего нового альбома Увертюра. Поехали! 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 Да, это то, как автор написал, конечно же, для этого нужно было изучить партитуру, но я благодарен советскому времени, потому что получил бесплатное музыкальное образование, и, конечно же, я пытался взять все, я закончил с красным дипломом, ну, сначала музыкальное училище Оксантовской революции, а затем... По классу гитары? Да. И оркестрового дирижирования, и затем уже в Химках Московский государственный университет культуры. Как часто музыкант, скажем так, конкретно как ты, часто меняешь гитару? В концерте я меняю несколько раз, сегодня мы в квартирнике, поэтому у нас здесь акустическая гитара, конечно, меня привыкли видеть с электрогитарой, и это совсем другие краски, это мощь, но может мы сегодня в программе еще что-нибудь увидим, поэтому, конечно же, у меня порой и не только гитары, банджи есть, сейчас будет День Святого Патрика, у нас это тоже стал православным святым, так что да, теперь будем вместе с ирландцами. Пиво пить и радоваться, и играть кельскую музыку. Мы и в Москве, и в Питере будем выступать, у меня есть такой кельский альбом, диск, я четыре года его записывал, так что играю на банджо и на мандолине, но в концертах, как правило, со мной ездят несколько инструментов, и потому что краски разные, и потому что еще и, ну, бывает такое, что струны рвутся, поэтому раз, хватит сразу, другую. Но все-таки вот есть нейлоновые струны, у них более мягкое звучание, да, вот такие железные, они специфические. А я люблю железо. Ну да, они такие мощные, активные, ну, разные бывают настроения, разная музыка. Для каждого произведения своя гитара. Конечно, я согласен. К сожалению, так. Ты помнишь вообще, когда ты последний, первый раз в руки взял гитару? Помню, мне было лет восемь или семь, да. Тебя заставили? Нет, нет, меня никто не заставил. Компания, что? Ты где-то это услышал? Ну, услышал, тогда, вы знаете, это были вообще вот полузапрещенные битлз, какие-то вот гитарные звуки, когда там, там это, что-то такое там. Ну, что-то такое, сидели там, кто-то подбирал. Красиво. Вот сидели ребята в подъездах и пели такие песни. Все через это прошли. Да, да, да. И, ну, я первый раз увидел парня, который просто вот боем играл, я не знал, как это толком называется. У него были расклешенные джинсы, там, это тоже там сам, наверное, шил. И гитара с переводкой, это было что-то. Да, это самое сильное впечатление, я тоже захотел так. Вот, и потом как-то так я пошел на курсы игры, на гитаре, да, при ЖЭКе. Вот, мне как-то быстро все давалось, потом забросил, стало скучновато гамма играть. Ну, потом в школьный ансамбль был, и я помню, что к нам и порой и другие ансамбли приезжали, кто на что гораст. А однажды приехал такой закат солнца вручную, у них тоже была гитара с переводкой, да еще у гитариста был, как это, джинсовая куртка. Он дергался все время, как играл, импульсивно, но тогда было модно подергиваться. Это был Гарик Сукачев. Вот так мы начинали в школьных ансамблях, он истушен, а я на Октябрьском поле, на полях. Вот там дома, в которых жили военные, вот я сын отца. Отец у меня дошел до Берлина. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты понял, что ты хочешь пойти дальше? Потому что я, честно скажу, и многие телезрители об этом знают, потому что я не раз это говорил. Я остановился девчонка, девчоночка темной ночи. Я знал Женю, конечно. А когда ты понял, что ты хочешь дальше идти? И, вы знаете, я никогда не думал ни о своем там жизненном пути, ни о карьере, вот как сейчас думают. Эх, займусь я бизнесом, эх, займусь я шоу-бизнесом. Ведь там тогда я смогу столько денег заработать, буду на самолете, как Киркоров, летать. Ну, это все, конечно, часто ведет к разочарованиям тех, кто так думает. А, наверное, все-таки, Писекура, извините, по-итальянски так сказал, у них есть такая пословица. В общем, в переводе на русский язык, тише едешь, дальше будешь, по-простому. А если заниматься любимым делом, искренне его любить, то рано или поздно успех придет все равно. Поэтому я просто играл на гитаре, ну, у меня очень мама рано, мама умерла, и мы с отцом вдвоем жили. Поэтому я там ходил и по магазинам сам, никто там за мной не бегал, там слуг не было. Поэтому я так рано понял, что такое очередь еще в советское время. А ведь там вечером, если ты пойдешь, ты уже ничего просто не купишь, продуктов не будет. Поэтому я смекнул, что лучше всего в дневное время ходить по магазинам. А кто так может делать? Только педагоги, у них день рабочий ненормированный. Поэтому я решил, и плюс еще у них всегда летом отпуск у педагогов. Поэтому я решил уже где-то в классе в пятом, в шестом, что я стану педагогом. Потому что у меня будет летом отпуск, и я, а детей я люблю, да и, в общем-то, музыку я люблю, что я буду музыкальным педагогом. И поступил я как раз сначала, правда, в металлургический институт. Ну, как и многие творческие люди, сначала поступают в мамии какой-нибудь. Да, я сидел что-то металлургические конструкции, но хэй-метал я люблю, но металл все-таки не для меня, поэтому я решил, в общем-то, пойду. Ну, само собой так случилось, что я сразу сдал. Было там около 200 человек на место в музыкальном училище, но так получилось, я занимался. А я сейчас хочу обратиться к нашим телезрителям. Телефоны, как я говорил, вы видите на своих экранах. Поэтому самый лучший, не знаю, самый интересный вопрос, который, да, вы придумаете и зададите у нас сейчас в прямом эфире, получит обязательно... Билет на концерт. Билет на концерт, который состоится 7 марта у нас в городе Видное, в Доме культуры, на площади. И как раз Виктор будет поздравлять всех наших женщинам замечательным праздником. Да не только женщин, и мужчин, и детей, но все-таки в преддверии 8 марта, да. Да, особое настроение праздничное, и это особые эмоции, поэтому буду для всех играть. У меня действительно так случается, что на концерте все, от малой до великой, это очень приятно. Гитара и та музыка, которую я играю, всех объединяет. Согласен. Может, я сейчас тогда сыграю еще то, что... Вот я начал про отца рассказывать случайно так, но действительно, я сын такой, я не знаю, поздний, мне говорит, дедушка. Да нет, у меня отец, он дошел до Берлина, а начал он войну под Ржевом. И там же подошел вот года 4 назад к нам ветеран войны и говорит, Виктор, вы какой-то музыку играете разную, там, кельтскую, там, классику, а вот цыганочка ведь не умеете, слабо. Но с тех пор вот я включил концертные вариации на цыганочку, своя обработка, в свой репертуар. Сейчас я это и исполню. Ну что ж, ждем от вас звонков. Спасибо небольшое. Играет музыка 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 Я могу себе представить, какая должна быть физическая форма для того, чтобы все это исполнять. У меня первый вопрос, поделю его на подчасти. Как долго ты поддерживаешь форму, тебе необходимо? Ну, в день надо играть пару часов обязательно. То есть не просто зайти на вершину и почивать на... Нет, да, порой, ну, у меня звукоизоляция дома, но я играю на электрогитаре, она совсем практически не слышна, но я обязательно играю, иначе сойдут мозоли, и ты все время работаешь над чем-то новым. Ну, все-таки, ну, я не считаю, ну, я не считаю, что я все уже сделал, ну, я играю все-таки классику, она требует такого погружения серьезного, там нужно ноты перекладывать, разучивать. Так что даже если просто не играть гамма с утра до вечера, всегда есть чем заняться, ну, не считая то, что я на концертах выступаю, уж часа два концерт длится, а перед ним еще это зрители не видят, но есть репетиции с ангелом. Ну, разогрев, конечно. Конечно. Вот чтобы, какие слова ты сейчас нашел бы тем, кто начинает только этот путь, хочет пройти, да, с инструментом, таким, как гитара, когда пальцы левой руки в мозолях, и потом они болят. Ну, болят, но это потом проходит, потом даже, когда берут анализ крови, не могут взять, проткнуть это с этой стороны. Знаю, что это такое, да, мозоли. Да, ну, все равно это здорово, но не обязательно каждому играть там два часа, главное, чтобы занятия приносили удовольствие. Это, конечно, больше для педагогов, это должен быть скрытый такой, конечно, и какая-то природная мудрость, чтобы видеть каждого, и опыт педагога, видеть каждого ученика, не заставить его перезаниматься, где-то не пережать, особенно маленьких детишек, там, ай, вот ты лентя не хочешь. Нет, нужно увидеть эту заинтересованность, это очень тонко поддерживать, как на ниточке, и тогда это пойдет. Со взрослым человеком уже можно и потребовать чего-то. Ну, у каждого свой уровень, свое понимание, оно растет, и все повышается, даже если сначала что-то не получается, потом обязательно получится. Это мы физиологически так устроены, у нас нейроны головного мозга даже сначала нет связей, а потом они появляются. Если долго мучиться что-нибудь, получится банально, но это действительно так, и тому есть масса объяснений. А у меня в опыте было много совершенно людей, которые говорили, что ну ты вообще дундук, вообще способностей нет, до свидания, нет. Брали одним местом, просто сидели и трудолюбием вдруг достигали большего, нежели те, которые были талантливее, и потом они изменялись. Так что у каждого это есть. Главное любить музыку, она прекрасна, есть столько разных направлений, и музыка наполняет нашу жизнь совершенно иным содержанием, больше. Тогда скажи мне, ответь на такой вопрос. Гитара, да? Женского рода? Да. Почему женщины не играют на гитаре? Почему только мужчины? Играют, вы знаете, играют, но это такой все-таки уровень, изгиб гитары желтой, что называется. Ну это тоже здорово, я часто выступаю даже у нас в «Гнезде глухаря», и с Олегом Митяевым мы тоже принимали участие. Кто хочет стать миллионером, мы даже денег заработали. Да, у нас удачный был тандем. Но, знаете, естественно, есть такие способности. Это физиология? Отчасти физиология, но, естественно, у них немножко другое строение, слабее где-то пальчики, а с другой стороны, у них есть обаяние, которого не хватает мужчинам. Нет, я прекрасно знаю. Просто порой приятно смотреть, про это есть и анекдоты, да, петь не надо, просто можно им ходить, просто находиться, вот в чем прелесть. Нет, я знаю. Так что на женщину всегда приятно смотреть, как бы она ни играла. Я знаю великолепных исполнителей, да, которые чувствуют. Но не на всех, конечно, лишь бы не было фальши. Это я неправильно сказал сейчас. Сердцем чувствует инструмент, да, как говорится, она это, сердцем чует. Да, и правильно, и есть и певицы, которые, да, есть, конечно же, извините, поющие трусы, про это все знают. Да. Которые, продюсеры, которые говорят, мы сейчас фонарный столб раскрутим, дайте нам денег, и выйдет продукт. Да нет, не выйдет, потому что, ну, не бывает, нужно искренняя влюбленность этого человека. И тогда только вот пойдет что-то. А уж женщина, ребенок, мужчина или взрослый человек. Я знаю многих, которые на пенсии начинали играть на гитаре. Вот такие вот результаты. Этим людям интересно собирается компания. Да, они могут аккомпанировать себе в песне какой-то. Не всем надо быть концертными музыкантами. Ну, хорошо, я соглашусь. Кстати говоря, я заметил одну, на мой взгляд, интересную особенность в том, что женщины, как правило, любят играть что-то из... Лирическое, они чувствуют, конечно, но они же другие. А мужчины, да, это, как правило, там Высоцкий, Розенбаум, что-нибудь там, машина времени и так далее. Конечно, это что-то помощнее. Никуда не денешься, да, ну, ну, ну да. Ты говоришь, два часа ежедневных занятий. Что дает тебе силу, спорт? Безусловно, да. Я очень рад, что я в 40 лет начал играть в футбол. Меня Виска Салтыков говорит, Витюк, приходи к нам. Была тогда команда, в которую тренировал Евгений Серафимович Ловчев. Ловчев сегодня, да. И он, да, он меня говорит, Витя, ну давай по воротам. И я промахнулся не по воротам, а по мячу, я был нулевой. И постепенно, то есть мы ездили играть, я помню, с Андреем Губиным еще тогда, ездили в Англию. Мы там, к нам подошли, наши ребята, говорят, ребят, если вы у них не выглядите, мы вас излупим. Потому что они нам так, знаете, как здесь тяжело. Ну так просто по душам, говорит. Если выиграть все в Орландский паб. Да, нет, там мы выступали, и мы выступали, мы выиграли там 7-0. Хотели уже потом поддаться, а нашему там вратарю дали там весь синяк. Говорит, не буду, не буду поддаться. Скинга не было в команде. Да, уже просто. И вот так это начиналось. Потом постепенно я понял, что надо не подвести команду. Я бросил курить. Я, ну, действительно, стал заниматься, ходить на тренировки регулярно. И вот это сейчас дело уже скоро 60, надеюсь, будет. И сейчас мы играем в старком, мы ездим на матчи. Летом огромное количество матчей. Детишкам деньги перечисляем. Концерт. Конечно, обязательно концерт. Понятно, что когда молодые на поле, уже ты можешь отработать все время. Ну, конечно. То, что меня даже выгодно, часто отличает от своих сверстников. И нету вообще истории болезни. Это вот занятие спортом. Я понимаю, что себя просто надо поддерживать. Да, потому что нам предстоит вот сейчас концертный тур большой. И на Дальний Восток, и на Камчатку, и на Сахалин. И такие перелеты, они нелегкие, никуда не денешься. Но я понимаю, что никто, кроме меня, этим заниматься не будет. Поэтому и сейчас, и летом, и зимой играем. Молодец. Летом и зимой играешь. А сейчас играешь? Сыграю, конечно. Я сейчас тогда сыграю что-нибудь. Ой, это история появления этого произведения такая. Меня Михаил Николаевич Задорнов пригласил к себе на съемки программы. Мы выступали в одной, ему ужасно понравилось. Он мне подарил свою книгу. Я даже в Инстаграме это выложил. У меня появился Инстаграм. Да, я сейчас уже, как и все. И там есть история того, как я и в Италии бываю. И у меня нет там рекламы, нет. Там очень много подписчиков, но зато свои. Кто интересуется, все подписываются. Я даже снял эту надпись его дарственную, там, моему любимому гитаристу от поклонника. Я должен был принимать участие в его съемках и подготовил произведение. Ну, понятно. Но произведение это я играю. Оно называется «Посвящение комедианту». Сейчас я его исполню. Которое было как раз для его программы. Хорошо. 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 Вот спасибо, вот спасибо. Следующая тема, которую хотелось бы с тобой обсудить. Мы ее с тобой не обговаривали перед эфиром, но мне прямо сейчас захотелось ее обсудить. Ты называл очень много имен, да? И Задорнова, и даже, прости господи, Киркорова вспоминали. Со всеми был знаком. Да, скажи, пожалуйста, вот признание и заслуги, поражающиеся в тех или иных званиях, насколько для людей твоего, скажем так, круга, насколько это важно для них? Вот на твой взгляд. Ну, Киркоров народный артист России. Понятно, и Басков был народный артист России и так далее. Ну, мне некрасиво говорить на эту тему. Я должен, да, есть такое, что, пословица такая, главное не звание, а признание. Вот когда тебя любят и признают, это счастье, общаться после концерта. Я не боюсь, я выхожу давать автографы там на дисках просто так, после концертов я общаюсь с людьми. Вот, так что, в общем, и нет там особых охранников, и я никого не боюсь. Я не боюсь взглянуть в глаза людям. Вот, по мне, вот это вот нормально так жить. Ну, а то, что я все еще заслуженный, уже лет 15, а все народного не дают, и все это затягивают. А почему не дают, скажи мне, пожалуйста. А затягивают специально, на самом деле. Ну, я не знаю. А с чем это связано? Не говорят, не объясняют, не объясняют. Я вот буквально сегодня выхожу из подъезда, ну, там, соседа встречаю, он говорит, привет, привет, как дела? У меня, говорю, сегодня Виктор Зинчук на программе. Да ладно? О, я говорю, ну... Ну, все знают, вот это самое главное. Да, действительно, я и в интернете как-то так вот сейчас программу «Культура» пригласили о Вивальде речь. Я пошел, нашел. Люди сами выкладывают то, что я когда-то играл. Это приятно. Ну, не знаю, пока все это Вы знаете, сначала одни бумажки Нужны были, потом вторые Потом сменились чиновники Ну, просто не идут навстречу Это надо как-то двигать Это надо как-то двигать Мы будем считать, что двигать Имеется в виду Отнесем, как мы же говорили про гитару Что я уже ближе к церкви Становлюсь с возрастом Так что будем смиренно На все воле Божие Ну, значит, так нужно, ну, что же делать Расхожая фраза Когда ты понял, что Ты проснулся знаменитым Был такой момент? Было Может быть, участие в какой-то программе 200 годов, шире круг Еще какие-то Была программа ступени Такая на первом канале Когда как раз взгляд, программа появилась И там была программа Со мной, там начинающий модельер Юдашкин И я Вот мы начинали Я сыграл вещей пять Юдашкин уже закончил А ты все еще продолжаешь Ну, вы знаете В этом, наверное, есть какой-то смысл В том, что я еще Так это все не наелся И мне еще надо всем доказать Что я все-таки Народный Что я все-таки еще должен Что-то сделать Да, в полу-таком голодном состоянии Как Когда я учился в школе Запрещено было ходить с длинными волосами Нас стригли Там стоял физрук Там или кто-нибудь Там это Военрук Все время Ну, мы так как закалывались Или говорили, что пойдем А на самом деле Нифига не ходили Вот Ну, но это помогло Настолько, что я сейчас с этим Это заряжает Когда чего-то нельзя Ну, да Это делаешь с удвоенной С утроенной силой Так что и сейчас Буду играть и дальше Вот А по поводу Сейчас Я уже чуть-чуть запутался По поводу Проснуться знаменитым Да Была программа Голубой огонек Или что-то Посвященный как раз Восьмого марта И меня представлял Первый раз Михаил Михайлович Державин Державин Да, я вот сейчас был У меня с ним с тех пор Остались фотографии какие-то совместные Пересекались на концертах не раз Вот Да И как-то так с его легкой руки И Пугачева как раз тогда была Я был в белом пиджачке Она говорит Я говорю Ну я ради женщин это одел там И как раз после этого Она потом подошла ко мне Говорит Вить, вот какой-то ты вот Мус хороший играла Я сочинила на нее стихи И получилась песня Мэри Потом уже много лет назад Ну вот первый раз Вот эти два эфира Которые, наверное, дали мне Что уже как-то так Я шел А все шишукались там А, да, да, да Ну, это на самом деле Не то, что Я просто на это не обращаю внимания А порой даже маскируюсь там Ну вот сейчас Выдал свою маскировку С косичкой Ну, одеваю очки Там, кепочку Да, ну, у меня все равно Нет такого еще Ну, такого Какого-то сумасшедшего Такого Или среди моих поклонников Те, кто все-таки Любят такую музыку Которую я играю Они люди, как правило Такие вот Нормальные Нормальные Нет сумасшедших Скажи, пожалуйста Я тоже, когда разговаривал С одним из своих друзей Ну, естественно, рассказал Что ты приезжаешь на программу Вот пусть приходит на концерт И он говорит Фразу Которую Говорит Обязательно передай Это Виктору Сейчас, как говорится В прямом эфире Я сделаю тебе признание Моего друга Раньше же как? Смотрели программу Кружочками отмечали время Когда? Какая программа? Обязательно посмотреть И вот он говорит Где-то в 90-х годах Программа Документальный фильм Или концерт Виктор Значит победитель Да, был такой документальный фильм Документальный фильм Значит все-таки, да? Был такой фильм И он говорит Виктор В 90-х Наверное Виктор Цой И я, говорит Сижу Бросил все дела Там и школу И что Ну, в общем, да Какая-то такая история Предыстория Я, говорит Включаю телевизор Жду Сейчас Виктор Значит победа И там не Цой А там Виктор Зинчук И именно В этот момент Так говорится Да Он познакомился С твоим Творчеством Ну, замечательно Очень хорошо Да На всех У каждого есть зрители Ну, просто Хотелось бы, чтобы каждый был И имел выход В какой-то эфир Поэтому я вот и здесь Играю с удовольствием И есть еще канал ОТР Они вот мой концерт Показывают Юбилейный Где мы там Ну, мы тоже покажем Я тебе маленький Секрет открою Да, это редкость Я уж не знаю Когда у меня выйдет И с Володей Кузьминым Ну, с Сергеем Вороновым Мы сыграем Наверное У меня тоже будет Юбилейный концерт А у каждого Свой график И не всегда бывает Возможным сыграть джем Когда втроем там Навернуть Я могу себе представить Питера Фронденталера Пригласить Он мне звонил Сейчас поздравлял Это группа Фолстгаден На новый год Вот Так что Ну, так Мне будет приятно Что в Видном Будут смотреть Мой концерт Кто-то Отлично Не было Ну, на концерте На моем На живом Конечно, все Немножечко иначе И другой репертуар Понятно Да потому что Чего рассказывать У тебя живой концерт Будет уже совсем скоро Накануне праздника Восьмого марта Да У нас в городе, кстати говоря В Доме культуры Поэтому приходите Действительно Будет интересно И Это будет звучание Действительно Реально Живой музыки Какая тебе гитара ближе Акустика или электро Вот та, на которой играю Та и ближе У тебя же есть И Ты просто сейчас Не взял Как бы не было возможности И Ты играешь на электрогитаре Да, конечно же У тебя есть композиции Которые Ты исполняешь На электрогитаре Да А Большая разница У тебя как профессионал Огромная Это совершенно другой инструмент Другой инструмент Совершенно иной инструмент И Часто те, кто играет На таких гитарах Вот там На классических Они полностью Беспомощны Ну, когда берут Электрогитару И так далее Это разные инструменты Угу Но сейчас у нас Квартирник Мы вот Мы пока будем Да У нас есть телефонный Звонок нашего телезрителя Который хочет попасть На концерт Концерт Виктора Зеленчука 7 марта В нашем Доме культуры Слушаем вас Добрый вечер Здравствуйте Вас С радостью И любовью С восторгом Приветствует Тамара Ивановна Головьева Ваш поклонник Виктор Венчук Мой первый Свадебный подарок От мужа Был посещение Вашего концерта Вот это да Мне было Не было еще 30 лет С тех пор музыка Ваша вошла В мой дом И ее играют Мои внуки Сейчас Я только набираю Видно По интернету Золотая гитара Россия Золотая гитара Россия И там сразу Виктор Венчук Как о ком народном Артисте Вы уже всех Их давно Перешли Мы вас Безумно Любим И ждем Каждый ваш Концерт Спасибо вам За добрые слова Спасибо огромные Спасибо вам большое Спасибо Спасибо Это настоящие Чистые эмоции Спасибо вам Спасибо Что уж говорить Про Виктора Я расчистил Я же застеснялся Ну как Это невозможно У меня Всегда такое На концерте И такие люди Собираются Которые искренне Это любят Ну как Ну как Не выступать Мы с тобой Заговорили Об электрогитаре Да Я знаю Что Да Ты говоришь Это другой инструмент Сегодня нет У нас возможности Показать Как ты это играешь На концерте Это будет Мы подготовили Небольшой сюрприз Для наших телезрителей И Выбрали композицию Лолиты Если ты не против Своё Я за Да Тогда у нас Сейчас есть Возможность Увидеть Посмотреть Как Виктор Зинчук Играет На электрогитаре На своём Концерте Поехали И возвращаемся Вновь На квартиру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА